А у нас, ребята, не было давно таких горячих обновлений в мире искусственного интеллекта. Очень много чего выходит, вышло, крутые обновления. В этом видео для вас собрала самые прикольные новости за последние недели. Смотрим. Первая и очень крутая новость у нас будет про чат GPT, который мы слишком долго ждали, а именно чат GPT теперь понимает язык Python и может помогать тебе кодить. Он может писать коды, он может изменять коды. Наконец-то! Также в него можно будет загружать свои файлы, он может анализировать твои файлы, отвечать на вопросы по ним. Можно загружать свои фотографии и изменять размеры, изменять форматы фото с JPEG в PEG, можно добавлять надписи на фото. То есть это все становится все больше и больше персонализированным ассистентом. Я добавила сюда свое фото и вот что я получила. Просила добавить WebTrinity. Вот добавилась WebTrinity. Я не списала специфики, то есть большой, какой большой текст, где, но он добавил. Дальше, вот я загрузила свой файл. У меня была консультация по YouTube. Помоги мне там с этого файла выбрать самые важные моменты и он его проанализировал. Я проанализировал текст, который мне предоставили и вот следующие действия. И выписал мне действия по моему же файлу. Другие разработчики пишут уже игры в них. Вот написалось, за пять минут мы сделали вот такую вот игру за пять минут. Ребята, что творится? Также вот в него загружают датакарту по Netflix с фильмом, сериалом, названием героев. Загружают вот эту карту и говорят превратить теперь эту карту в графики. И оно превратило эту карту, этот анализ весь, который у него был в графике, ребята. Эта функция сейчас доступна у всех, у кого есть подписка GPT Plus. И что нужно для этого сделать? Нужно зайти, как обычно, в настроечки Settings, Beta Features, Code Entrepreneur. Включите и пользуйтесь этой функцией. Но тут у нас сразу же еще огромнейшая новость, а именно выходит и вышел самый большой конкурент OpenAI Cloud AI. Это говорят все инфлуенсеры, это говорит New York Times. Cloud AI уже вышел, его можно тестировать и там уже заложены все функции, которые только что в части GPT обновлены. То есть, туда можно загружать не один файл, а много разных файлов. Там информация обновлена до 2023 года. Туда можно загружать картинки, там можно общаться, анализировать свои файлы. Он пока бесплатный. И туда можно загружать намного больше текста, чем в чат GPT. До 75 тысяч слов. Это на минуточку, как книга Великий Гэтсби. И по мнению инфлуенсеров, он сейчас понимает и выполняет значи намного быстрее и лучше. Ну, возможно, потому что еще не так много людей туда перешли. Говорят, что он вот намного лучше анализирует информацию. Скинули туда документы, сюда и в чат GPT показывают результаты. Ссылочку могу оставить, проверьте. Многие просто поражены эффективностью клада, как можно легко научить его общаться, как ты. Вот пишет Питер с твиттера, что он туда загрузил файл со всеми своими твитами, которые он писал и сказал Клауду скопировать его стиль и написать посты в его стиле. Вуаля. Он пишет, что на самом деле это немножечко страшно, как это хорошо работает. И мне тоже кажется, что немножечко эта технология становится все страшнее и страшнее. Правда, у нас тут пока маленькое, не совсем классное новое, что он доступен сейчас бесплатно для жителей Америки и Англии. Но если у вас есть друзья, это легко обойти, либо же купить сим-карточку, зарегистрировать в Google аккаунт и тестировать спокойно. Потому что мне кажется, это то же самое, что имеет доступ к чату GPT, когда он только вышел. Очень интересно наблюдать, конечно, что будет в будущем и какая открытая модель победит. Но в то же время и тоже классно, что появляются альтернативы, потому что они будут соперничать и делать какие-то классные плюшки для людей, чтобы выиграть этот competition. Еще одна очень крупная новость, а именно мистер Илон Маск запускает свой собственный AI XAI. Я, к сожалению, не была на их твиттер-спейсе, где они собирались и вместе говорили. Ссылочку оставлю в описании, если понимаете английский, посмотрите. Если вкратце, Илон Маск собирает топ разработчиков, топ ресерчеров и собирает их вместе XAI. Там будет и игр бабушкин с DeepMind, будут люди с Барда, AI-ресерчеры, в общем. Конкретной информации еще нет, что же это будет такое, но он собирается составить конкуренцию именно Барду и OpenAI. Так как он считает, что чат GPT имеет политические предубеждения и хочет сделать XAI более правдоподобным. А именно сделать истинную природу вселенной. Ну и поскольку алгоритмы все больше и больше будут впитываться в нашу жизнь, он хочет понять, как же рассуждает AI. И, кстати, все, кто хочет принять участие в XAI, если вы считаете, что он вас может взять, ссылочку я оставлю в описании, вы можете заполнить свою анкету. Я тоже ее заполнила. Все, кто хочет услышать правду про XAI, подписывайся. Если я буду там работать, то я дам вам скидки на подписку. Как вам такое? А для тех, кто занимается e-commerce, большое обновление от Shopify. Это очень крутая новость, которой будут рады те люди, которые занимаются e-commerce у нас в сообществе. Либо пытаются, либо хотят выйти на новые рынки. Что делает Shopify? Shopify внедряет в себя AI. Shopify это платформа, если вы не слышали о ней, где люди создают там свои бизнесы. Там можно создавать свои веб-сайты, это все контролировать, смотреть на свои продажи, управлять этим всем. Только раньше, да, это все было в классическом виде. Сейчас по внедрению в AI это все будет намного проще. К примеру, ты хочешь поменять себе сайт. И ты там пишешь prompt. Я теперь хочу поменять там свой landing page на вот такой вот, вот такой. Это prompt пишешь, генерируется тебе картинка твоего веб-сайта. Либо, к примеру, у тебя есть отзывы от своих клиентов, аналитика о продажах. Ты также можешь общаться с Shopify, с твоим магазином. Что не так, что произошло, проанализировать данные. Какие-то, возможно, додать ему вопросы по своему магазину. Также с ним можно будет общаться насчет трендов. К примеру, напиши мне, какие будут следующие тренды. К чему мне стоит подготовиться, какие продукты мне сделать. Он имеет доступ как Shopify и, соответственно, может анализировать это. Это просто мега новость. Если вы никогда не задумывались о создании своего магазина, по-моему, очень крутое решение от Shopify. Все больше и больше физических продуктов внедряет в себя чат GPT. Как, например, e-bike от Уртопии. Нет, не этот, но это я, чтобы для визуализации вам помочь. У e-bike от Уртопии вот здесь будет экранчик от чата GPT, к которому ты просто говоришь, у меня сломался колесо, что мне делать? И он отвечает на этот вопрос. Также говорят, что на байке будет очень легко тебе планировать свои путешествия. Ты говоришь, куда мне поехать? Он может тебе делать какой-нибудь нутриционный план, или если у тебя вдруг что-то с ногой, он тебе скажет, что тебе делать, чтобы предпринять какие-нибудь быстрые меры. Это вот, пожалуй, самое такое распространенное, ради чего будут использовать этот байк, как говорят новости. Что из интересного мы можем уже прям тестить очень простенько, так это Stability выпускает Stable Doodle. Stable Doodle рисует абсолютно разные картинки в разных стилях по твоему черновику. Это просто что-то невероятное. Рисуешь какой-нибудь стульчик, что-нибудь, и вот он рисует три вида разных стулов. Вот Style и Isometric. То есть там поменять Style, и можно уже другой стульчик сделать. Котика, пожалуйста, котик в трех стилях. Какой-нибудь наработок замка, пожалуйста, дома. Что самое интересное, ты рисуешь вот квартиру свою, и он тебе дает разные абсолютно дизайны, ремонты. Это вот в стиле было Comic Book. Можно сделать другой стиль, соответственно, будет совершенно что-то другое. То есть это для писателей, для создателей книг, для создателей игр, для дизайнеров, для художников. Боже, это просто рай. Рай черпания новых идей. В этой модели, кстати, используется модель Stable Diffusion. Stable Diffusion 0.9. Кстати, новость про Stable Diffusion. Ребята, все, кто не мог ею пользоваться из-за ограничений по железу, по компьютеру, у Stable Diffusion выходит обновление. Теперь он в Дискорде, ребята. Ю-ху! В общем, ребята, пользуйтесь. Заходите, я ссылочку оставлю в описании. И все как просто. Мы заходим в их Discord, пишем. Slash Dream пишем. Женщина, которая сияет в космосе, в общем. Посмотрите, какие замечательные, классные рисунки он рисует. Героев. Вот уже создает кто-то себе героя с описаниями разных моделей. Что здесь новенького? А, здесь есть голосование. Они пытаются улучшить эту модель путем голосования. То есть, ты будешь генерировать картинку, будешь выбирать А или Б, какая тебе больше понравилась. Он будет это учитывать в его обучении. Также сразу же можно будет тебе задевать эту картиночку, чтобы она тебе пришла в личку. Можно переделать, можно сделать другого размера и можно сделать другого стиля. Так, ну что, всем пока этого. Лайки, комменты, подписки. Подписывайтесь. Будет очень много чего нового. Пока! Пока! Пока!